Ловким движением руки обычные цветные резинки переплетаются в чешую дракона, рыбий хвост или сердце ангела. Столь поэтично называются узоры, из которых состоит только что созданный браслет. Алиса Кучерова новой техникой плетения феничек увлекается недавно, всего несколько месяцев. И за это время не только в совершенстве освоила новое ремесло, но и одарила оригинальными украшениями всех друзей и родственников. Я уже всю семью сплела для них браслетов. И бабушке Гале. Еще, наверное, скоро сплету для Люси браслет. У нее появился очень большой интерес. То есть она сама в интернете находила мастер-классы, сама плела, привлекла и папу к этой работе. То есть он нам помогал. На самом деле, я считаю, дело хорошее. Конечно, настораживают слухи, которые в интернете пошли о том, что эти резиночки опасны. То, что все-таки я, как и любая мать, переживаю за здоровье своего ребенка, поэтому готова была отказаться от них даже. Повод испугаться у многочисленных любителей так называемых радужных браслетов был. По мере нарастания их популярности, интернет буквально запестрил статьями и заголовками, кричащими чуть ли не о фатальных последствиях. Казалось бы, безобидного увлечения. Главный аргумент критики – содержание в составе формальдегида и фталата. Попадая в организм, химические элементы могут подорвать здоровье и даже привести к смертельному исходу. Впрочем, если разобраться, вещества опасны лишь в больших количествах. Если же допустимая концентрация не превышена, а технология соблюдена, то о риске говорить не приходится. Конечно, товар сертифицирован. Мы можем говорить о том, что это более надежно, нежели вообще нет никаких маркировок. Я не говорю, что, например, те же самые тяжелые металлы, вот эти, почему сейчас только возник вопрос такой, что вот в резиночках добавляют, а до этого что ли не было. Из чего сделаны эти резиночки, мы вряд ли узнаем. Состав на коробке попросту не указан. Однако избыток вредного вещества в том или ином изделии определить все же можно. Выдаст едкий химический запах, а также аллергическая реакция на кожу. В разумных пределах тот же фталат или попросту размягчитель используется, к слову, не только при производстве резинок для браслетов, но и при изготовлении игрушек и косметики. Так почему же тогда под прицелом оказались именно наборы для плетения? Вполне вероятно, что это просто пошло от менталитета наших русских людей, которые очень часто боятся чего-то нового, каких-то нововведений, интересных вещей. В качестве аналогичных примеров специалисты вспоминают и шум вокруг томогочи, и скандалы по поводу аниме. Тогда говорили, мол, японские мультики сводят детей с ума. И добавляют, если быть внимательным при покупках и уделять больше времени своим детям, то можно будет не бояться ни новых всеохватных увлечений, ни мифов, которыми они стремительно обрастают.